Итак, рассказы об Иосифе — это остальная часть бытия. Начинается с того, что Яков жил на этой земле. Название этого отрывка — «Ваешеф» или «Он жил»? Я не дал вам всех названий, но ничего. Иосиф — 18. И его братья пасут овец. Иосиф постоянно доносит плохие вести о его братьях отцу. Как вы думаете, как они относились к Иосифу? Я не буду это переводить. Никто не любит, чтобы кто-то кому-то что-то докладывал. А Яков любил Иосифа больше остальных. Сшил ему специальную одежду, спецодежду. Обычно это переводится как «разноцветная одежда». Но я не знаю, действительно ли так было, что эта одежда имела много цветов. Но мы знаем, что эта одежда позволяла, как бы, свидетельство о том, что Иосиф особенный. И возможно, это было свидетельством того, что он будет главным наследником. В любом случае, его братья ненавидели его. И у него был сон. И он рассказал его своим братьям. И они возненавидели его еще более. 37 глава, 5 стих. И он начал говорить ему об этом сне. И сказал, что вот снопы, мы вяжем посреди поля снопы. И вот мой сноп встал и встал прямо, и вот ваши снопы встали кругом и поклонились моему снопу. А они сказали, да не может быть, чтобы ты, Господь, сон над нами. Потом был еще один сон. И сказал, что вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне. То есть он сказал, ну, объяснение такое, что еще и отец, как бы, ну, поклоняются ему. А как толковал этот сон его отец? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклонимся тебе до земли? Что он... То есть он объяснял это так, что солнце — это Яков, луна — это жена, и 11 звезд — это дети, сыновья Якова. Важно ли это для толкования, ну, дальнейшего описания? Есть ли что-то похожее в книге Откровений? Ну, и так, братья снова уходят, чтобы везти свои стада на пастбище. И они должны их отвезти туда, где есть еда. Яков говорит, Иосиф, иди посмотри, как там твои братья. И они видят, что он приближается. Что они говорят? Давайте убьем его. И посмотрим тогда, что случится с его с нами. Когда он пришел, они бросили его в колодец пустой. Ну, и Рувим сказал, что давайте не будем его убивать, а бросим его в колодец. Он подумал так, что я не хочу, чтобы было убийство брата, что я уйду, когда все закончится, я вернусь и вытащу его оттуда. А братья сели просто есть. Ну, бросили его в колодец, он там жаждет. Давайте покушаем. Ну, нас уже ничто не беспокоит. Потом они видят, как приближается караван, который движется в сторону Египта. Что они говорят? Можно же заработать на этом. Давайте продадим его в Египет. Вот что они делают. А в то время Рувим, он следил за стадами и не ел с братьями. Он возвращается. Он возвращается и видит, что брата уже нет, и он шокирован. Но они рассказывают историю отцу, что Иосифа съел дикий зверь. 35-й стих. Написано, что собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться, то есть отказался утешиться. Другими словами, он сказал, нет, я в могилу уйду, но все равно с жалостью, с жалью, с сожалением. 38-я глава — это как бы небольшой такой уход в сторону от основной истории. Но это является важным для дальнейшего. Потому что рассказывает нам о сыновьях Иуды. Можем прочитать потом эту историю. Хочу продолжить историю Иосифа. То есть он был отведен в Египет и продан как раб. Напомните, сколько ему? 17. Да, написано, что ему 17. Он еще подросток, молодой человек, юноша. Что он делает? Кто-то, например, желает нам зла, и мы видим, что мы находимся в очень тяжелых обстоятельствах. Очень часто в наших жизнях мы не можем выбирать ситуацию. Но мы можем выбирать то, как мы к ним относимся. И Иосиф выбрал именно правильное отношение к той ситуации, в которой он оказался. И Господь был с ним. И он процветал, и благодаря этому процветал его хозяин. Чем более был ответственен Иосиф, тем больше ответственности ему доверяли. Потом появилась проблема. Жена его хозяина хотела с ним переспать. Он сказал, нет, нет, и еще раз нет. Каждый день. Подумайте об этом. Мог ли он с ней переспать, и ему бы ничего из этого не было? Может быть. Может быть. Он как бы был, следил за целым домом. Он знал, где находятся все слуги. Он как бы, ну, он был как, по сути, хозяином этого дома. И он мог всем сказать, там, идите в поле, работайте. Но он отказал. И однажды он приходит домой, в дом, и там никого нет. И жена египтянина думает, ну, наконец-то уже. И хватает его. Он разворачивается и убегает, но она хватает его за одежду, и одежда остается у нее в руках. Шекспир сказал, нет хуже, как бы, гнева, чем гнев женщины, которые отказали, Шекспир сказал. Что она сказала своему мужу? Она сказала, посмотри, вот человек, которого ты привел сюда, в дом, он хотел изнасиловать меня. А муж поверил ей? Вопрос. Может быть, а может нет. Если бы он поверил ей, скорее всего бы Иосифа убили. Если твой слуга, ну, если слуга пытается изнасиловать жену, жену, а ты такой очень серьезный человек, но его посадили в тюрьму. Может, он поверил жене, может, нет, не знаем. Но Иосиф жив, и он в тюрьме. Итак, снова, мы оказываемся в тяжелой ситуации. Поступаем правильно, слушаем Бога. И что происходит? Становится еще хуже. Ну, находите, что жизнь иногда вот именно так и разворачивается? Может ли быть такое, что вы движетесь в совершенной Божьей воле, и все равно происходят такие вещи? И что вы должны делать, когда такое происходит? Две вещи. Помните обещания Божьи, вспоминайте их. И не печальтесь. Делайте все возможное. Он все равно продолжает тяжело работать, несмотря на то, что он в тюрьме. Потом однажды в тюрьме появляются новые заключенные. Это Твиночерпий и Хлебодар. И он служит им. И однажды у них у обоих сны. И у Иосифа уже были сны, и он знает кое-что о них. И он говорит им, расскажите о своих снах, и, возможно, Господь даст мне ответ. И первый рассказывает свой сон. И там есть очень сильное такое толкование. И второй, ну, восхищен этим. И говорит, истолкуй мне мой сон. И он ему говорит, через три дня, и ты без головы. Иосиф, но Иосиф говорит Хлебодару, что когда ты придешь, вернешься к фараону, пожалуйста, скажи ему обо мне, что я здесь не, ну, не за дело. Через три дня происходит именно так, как говорил Иосиф. Но Хлебодар забывает о нем. А, тьфу, извините, всех перепутал. Иначерпий. Следующее разочарование. И что же теперь? А потом у фараона сны. Дважды. Он видит сны. Похожие. Но. И он не может их толковать. И все толкователи, которые есть в Египте, они не могут этого сделать тоже. Нет никого, кто бы смог это сделать. А потом Веначерпий вспоминает. Прости мой грех, говорит он фараону. Я вспомнил, что в тюрьме со мной сидел один человек, который истолковал сон, и случилось именно так, как он сказал. Какая одна из самых важных вещей, которые Бог делает в наших жизнях? Он, как бы, выстраивает наш характер, развивает наш характер. И то, к чему Он нас призывает, происходит благодаря тому, что Он нас воспитывает, наш характер. Иногда мы просто спешим, чтобы сделать какие-то серьезные вещи. Но Бог не спешит. Итак, Иосиф растолковывает сны фараона. Говорит о том, что будет семь лет процветания и семь полнейшей нищеты. И Он говорит фараону, что нужно об этом позаботиться. И говорит, вот мое предложение. И фараон говорит, и кто же об этом будет всем заботиться? И говорит, разве есть кто-то более квалифицированный не тебя? Поймите, какая основа этого. Древние египтяне были очень-очень гордым народом. Это было вообще неприемлемо, что какой-то иностранец будет руководить в Египте. Но был такой период в истории, когда люди извне правили Египтом. И для тех, кто извне, для них это как бы не было проблемой. Правильно? Этих людей называли... How do they call them? Хиксос. Кексы. Может быть, то, что мы знаем об истории, помогает нам поставить это в правильное время. И в течение семи лет Египет процветал, так как никогда еще до того. И потом начались семь плохих лет. Почти не было, ну, этого... Пши, 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 урожая. Sorry? А, и, ну, люди голодали и приходили к фараону, чтобы он накормил их. А он говорил, отправлял их к Иосифу и говорил все, что он скажет, вот то и делает. И это как бы, ну, такая картина, что Иосиф правит этой землей. А где-то вот там вот живет Иаков с сыновьями. И там тоже засуха. У них есть еда, но очень мало. Иаков говорит, идите в Египет, возьмите там еды. Он отправляет десять братьев, но только не Вениамина. И что происходит? Десятера приходят, кланяется Иосифу. Я... О чем думает Иосиф в это время? Вспоминаю-ка я сон. Почему они не узнали Иосифа? Ему было семнадцать, когда он вышел из дома. И сколько ему теперь? 29. Нет. Ему тридцать девять. Ему тридцать, когда он привели его к фараону. Семь хороших лет. И написано, что это был второй плохой год, не урожайный. Значит, ему уже 39, он уже не пацан, он уже взрослый. А египтяне, они совсем по-другому выглядели, одевались совсем по-другому. Возможно, он выбрит. Ну, короче, они его не узнали. И он говорит на египетском языке и говорит через переводчика. И он видит, что происходит. И он им говорит, что вы эти шпионы. Шпионы. И он как бы решает, что хочет их, типа, проверить. Хочет их проверить, действительно ли они изменились, поменяли свое отношение. И он говорит, что вы шпионы, которые пришли высмотреть землю. И они говорят, нет, нет, мы сыновья одного человека. У нас двенадцатеро всего. Один умер, один остался сейчас с отцом. И он бросает их всех в тюрьму. И на следующий день он выпускает всех, кроме одного. Симеона связывают и уводят. И он отправляет их обратно с едой. Но он как бы берет те деньги, что они заплатили, и положит им обратно в их мешки. И они останавливаются, ну, на... Пройдя целый день, они останавливаются на ночлег. И когда они посмотрели в мешки, увидели, что все деньги, которые они заплатили, у них. И они в шоке. Думают, что произошло? Что происходит? И после этого они, ну, проголодались. В смысле, проголодались. В смысле, что когда вернулись, голод усилился. И Яков сказал, идите обратно. А они сказали, нет, не пойдем. Они сказали, что вот этот человек сказал, что мы не можем вернуться в Египет, пока не возьмем с собой младшего сына. И Яков сказал, что вы не возьмете с собой Венемина. И они не идут. Но спустя какое-то время им уже нужно идти. И Яков говорит, хорошо, берите Венемина, и что случится, то случится. И они взяли подарки, и все деньги, которые у них были, и пошли. И они как бы обедали с Иосифом. Но на самом деле, в смысле, но они... Ну, такого не происходит. В смысле, не происходит. Они не обедали. А, ну, это не традиция, в смысле, да? Ну, они... Они иностранцы, а Иосиф как бы правит всей землей. Все, что он говорит, то происходит в Египте. Прошлый раз, когда они там были, он сказал, что они шпионы. Он посадил одного из братьев в тюрьму. А теперь вдруг он хочет, чтобы они с ним ели. Они... Ну, они в шоке, они не могут поверить тому, что происходит. И потом они приходят, чтобы есть. И за столом они сидят в порядке от старшего к младшему. Ну, и можно так сказать, что Иосиф играет с их воображением. Все хорошо, все, ну, все идет нормально. Они уходят с едой, которая им нужна была. Уходят и думают, о, классно, мы... Ну, все хорошо с нами. А на следующий день Иосиф посылает слуг, чтобы они поймали их. Он как бы... Ну, Иосиф положил эту чашу в один из мешков специально. В сумку Венимина. И слуги находят, конечно же, эту чашу, возвращают всех в Египет. И как вы думаете, о чем они думают в это время? Все, конец. мы потеряем свою жизнь, и Отец больше не услышит нас, не увидит. А Иосиф им говорит, что вы натворили? Они говорят, мы виноваты, все будем твоими слугами. Иосиф говорит, нет, не надо, пусть будет только тот, у кого нашли чашу. И тогда Иуда как бы выходит вперед. И он объясняет, и он рассказывает всю историю. Говорит, Вениамин это самый младший сын нашего отца. Один из наших братьев уже, и Отец просто умрет, если что Вениамин не вернулся. Он говорит, я сказал отцу нашему, что я буду вместо Вениамина. Поэтому возьми меня вместо него. И дальше написано, что Иосиф уже не мог больше сдерживаться, отпустил всех слуг и открылся своим братьям. Представьте себе, что вы в этой комнате, и вы очень напуганы. Ваша жизнь изменилась навсегда. Любая надежда на лучшую жизнь ушла. Как можно пойти к отцу и сказать ему об этом? все слуги вышли из комнаты. И вы не знаете, что произойдет сейчас с вами. И вдруг слышите следующие слова. Я Иосиф Иосиф. Вы можете в это поверить? Нет. Иосиф и Иосиф и он начинает говорить и повторяет, что он Иосиф. тогда уже братья смотрят и думают, что действительно это может быть его лицом, это может быть его голос. и он говорит что вы продали меня как раба и вот кем я теперь являюсь кем я стал но никто не мог этого знать как бы что они взяли с братом никто этой истории никогда не рассказывал никого не было вокруг когда они сделали это силосифом бросили его а он знал они все плакали было воссоединение семьи и иосиф это как бы образ мессии мы можем сказать что он возлюбленный сын и израильские лидеры говорят что мы не хотим чтобы ты правил нами он отвержен лидерством израильским и что он делает выглядит так что он идет в дальние страны подумайте о церкви после нескольких столетий церковь перестала вообще выглядеть перестала иметь еврейство они евреи больше не могли узнать в этом иисусе того еврея теперь это все как бы не родное все иностранное а потом начались даже и преследования евреев церковью но все равно иосиф остается там потому что и шо остается что читаем например захаре и 12 а на дом давида и на жители иерусалима из-за линии дух благодати и умиления и они возряд на него которого пронзили и будут рыдать о нем как рыдают о единородном сыне и скорбеть как скорбят о первенце в 12 главе захария описывается что все народы придут против иерусалима и будет похоже будет выглядеть что это конец будет выглядеть так что вся надежда уже ушла будет выглядеть так что вся каждая капля крови и каждая капля пота который израиль потратил на то чтобы отстроить свое государство ну не имеет теперь никакого значения и это будет тот момент когда господь явит себя израиль и это будет воссоединение там будет плач и это будет момент когда евреи увидят всю историю целиком и в тот момент они поймут значение всего того всей истории значение ешуа значение еврейской истории и будет спасение и будущность и знаем что отец будет рад чтобы слово его слово достигло каждого еврея по всей земле и и чтобы весь израиль воссоединился в боге вот картина и осип отправляет братьев к отцу и говорит чтобы они брали все свое имущество и все ну все и переходили в египет 46 глава 28 стих они пришли в гесем и осип выходит чтобы встретиться с отцом опять воссоединение все плачут и осип идет фараона и говорит что мой отец и моя семья пришли и он берет пять братьев и знакомит с фараоном и говорит чтобы они взяли лучшие земли для своих стад и чтобы они заботились о его стадах и потом и осип приводит своего отца якова что он говорит спрашивает сколько тебе лет представьте себе насколько он выглядел чтобы ну что такой вопрос возник он наверно выглядел вообще древним ну типа ого сколько тебе лет ну выглядит так выглядит так что но фараон действительно выглядел так как человек с богатой историей и скажешь ему всего там 130 47 глава 10 стих в смысле это якова сюда и тут написано 10 стихе благословил фараона я яков именно благословил фараона и вышел от фараона подумайте что это значит и если какой-то там простолюдин приходит к фараона игре я хочу тебя благословить фараон скажет ты чё спятил если особенно если фараон не просил благословение но он мог просто там что хочешь сделать этим человеком но было что-то в якоре чтобы фараон сказал что я хочу получить твое благословение когда бог действует в вашей жизни постоянно есть что-то в тебе для благословения других ну и они пришли в землю и иосиф заботится о своей семье продолжается пять лет голода и в конце 47 главы иосиф ну понимаешь что скоро он умрет и он говорит две вещи когда умру отнесите мои останки в землю в землю из которой мы пришли а потом и второе он приводит своих детей чтобы его отец благословил их Менашей и Ефрема когда есть благословение то как бы благословение как бы по правую руку иосиф взял сыновей таким образом что в правую руку взял младшего а в левую старшего да и поэтому когда он пришел чтобы яков благословил их то получается что он что как раз младший был слева от якова а старший справа потому что иосиф хотел чтобы да иосиф хотел чтобы старший получил благословение первородства а вот появляется яков он слеп он тоже не может видеть как папа что-то вам напоминает история когда его отец его благословил он тоже не мог видеть не мог видеть глазами но он но ицхак также не мог благословить распознать как бы в духе этого человека который перед ним а что же их библия говорит о якове яков слеп но он знает кто из двоих должен получить большее благословение поэтому он скрещивает руки потому что он должен передать большее благословение младшему а иосиф напротив говорит нет 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 вот вот этот старший не путай яков говорит что я знаю кто где находится но младший должен получить большее благословение оба будут благословлены но ефреем получит большее благословение чем монасе подумайте об этом контрасте яков за свою жизнь понял смысл этой жизни он научился благодаря опыту своей жизни нам нужно тоже это делать мы должны учиться о нашей жизни также благодаря нашим опытом от правильных вещей которые мы делаем а также через ошибки его отец как бы сделал совершил ошибку по отношению к нему например когда нам не нравится наш отец мы как бы ну противимся ему говорим что я не буду таким как он но чаще всего так и поступаем но если мы учимся у бога мы видим то что бог хочет чтобы мы знали и так он благословляет правильно так как должно было быть его глаза были слепы но дух видел 49 не будем сильно останавливаться и яков благословляет 12 и яков благословил каждого из сыновей согласно той природе которые они имели и благодаря тому что согласно тому что бог хотел и это есть истинное пророческое благословение потом умирает яков и говорит своим потомкам чтобы они похоронили его рядом с его отцом и ну они все яков и цхак ревекка ли авраам и сара были похоронены вместе но если спросят кто там похоронен ну можно сказать что как минимум шестеро и так яков умирает и написано что даже земля египетская сажалела об этом представьте себе и фараон отправляет ну очень важных людей которые занимали очень высокие посты в египте чтобы они тоже пошли и похоронение погребли якова отца уже нет и о чем думают братья что теперь отца уже нет а теперь узнаем действительно ли иосиф нас ненавидел они приходят чтобы поговорить с ним и он плакал он плакал потому что он увидел что они по-настоящему не поняли что он действительно их любил но почему он их любил потом ответ потому что бог показал ему открыл иосифу лучший план иосиф умер но сделал одну вещь перед смертью сказал чтобы потомки вынесли его станки потому что что господь точно придет и выведет вас отсюда и как бы то есть иосиф заповедовал то что бог точно совершит то что он пообещал и даст землю которую он обещал будьте благословен и Продолжение следует...